От стоны умирающих вошло в историю человечества величайшее открытие ученых. 1945 год, Хиросима. Атомная энергия стала служить не жизни, а смерти. Невольно вспоминается далекое прошлое. Много тысяч лет назад первобытный человек овладел огнем. Это величайшее свое завоевание увековечили люди, сложив поэтический миф о Прометее, похитившем огонь с неба. Много раз потом в истории человечества огонь служил целем уничтожения. Но все же мир не сгорел, и огонь остался верным помощником человека. Не погубит мир и новая невиданная сила, освобожденной людьми из недр атома. Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия, как оружие устрашения и массового уничтожения людей. Это заявили сотни миллионов человек, подписавших стокгольмское воззвание. От имени народов призывает правительство всех стран осудить и запретить атомное оружие председатель Всемирного Совета Мира, французский ученый Жиле Кюри. В 1955 году, впервые в истории науки, крупнейшие ученые мира собрались в Женеве, чтобы обсудить возможности использования атомной энергии на благо людей. Успешно разрешается проблема использования атомной энергии в мирных целях у нас в Советском Союзе. Направляются огромные силы и средства на исследовательские работы. На смену циклотрону пришел синхроциклотрон. Строится еще более мощный ускоритель частиц. Кто знает, какие новые открытия сделают ученые, вооруженные новой могучей техникой? Большое применение уже сегодня нашли искусственные радиоактивные вещества. Они получаются в ядерных реакторах. Обычно безобидный металл стал теперь источником излучения огромной силы. С ним надо быть осторожным. Оставаясь за защитной стеной, можно работать с сильно радиоактивными веществами с помощью манипуляторов. Все движения рук человека там, за стеной, повторяют стальные руки. Радиоактивное излучение может убить человека. Но оно может и продлить ему жизнь. Это кобальтовая пушка. Радиоактивное излучение умерщвляет клетки раковой опухоли. Широко используются искусственные радиоактивные вещества и в технике. Их излучение проникает сквозь толщу металла легче рентгеновских лучей. Не нужна громоздкая аппаратура. Чтобы проверить качество сварного шва, нужен только небольшой контейнер с радиоактивным веществом и кассета с фотопленкой. На снимке видны все скрытые дефекты шва. Невидимыми лучами можно не только просвечивать, но и измерять. Землесосный снаряд перекачивает пульпу, смесь песка с водой, по этой трубе. Под трубой источник излучения. Сверху приемник. Невидимые лучи проходят сквозь пульпу. Песок поглощает их сильнее, чем вода. И стрелка прибора непрерывно показывает состав пульпы. Входит в жизнь новая атомная энергетика. С 1954 года работает первая в мире атомная электростанция Академии наук СССР. На этой станции с помощью уранографитового реактора вода превращается в пар. Пар приводит в движение турбину. Турбина вращает генератор, вырабатывающий электрический ток. Сегодня атомное ядро дает нам 5000 киловатт. В шестой пятилетке новые атомные электростанции будут иметь мощность в 2,5 миллиона киловатт. Ядерное горючее совершит переворот на транспорте. Уже строится атомный ледокол. Он будет годами ломать льды Арктики без пополнения запасов топлива. На просторы океанов выйдут скоростные пассажирские атомные корабли. Атомный двигатель — это машина без пламени. Ему не нужен воздух для работы. Поэтому атомные корабли смогут свободно ходить под водой, избавляя своих пассажиров от утомительной качки. Атомная энергия позволит людям изменять облик Земли. Раздвинутся горы, разделяющие страны, и через новые долины пройдут дороги дружбы. В изнывающей от зноя пустыни хлынет долгожданная вода. Искусственное солнце, созданное человеком, сможет отодвинуть тьму и холод. Ему по силам будет, если понадобится, растопить вечные льды. Человек станет властелином погоды. Преодолеет земное притяжение ракеты, работающей на ядерном горючем. Расгадана далеко не последняя тайна вещества. Атом не исчерпает. Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней. Ленин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова